Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Добрый вечер, Гомель! Ну, по крайней мере, вы известный кулинар, я знаю, и, да, не раз в нашей передаче показывали всякие интересные рецепты, и я знаю, что вы владеете огромным количеством рецептов, как что-то приготовить, как что-то сохранить, заморозить, поэтому, дорогие друзья, готовьте свои записные книжки. Сегодня, да, нас ждут необычные рецепты совета домоводства. Ну, а для начала расскажите, пожалуйста, как вы спасаетесь от зноя этим летом? Что за напиток будем сегодня пробовать? Делитесь рецептом. Здесь будет лимонный напиток вместе с мятой, он прохладительный, без сахара. Одна польза, я так понимаю. Одна польза. И отправляем, я так понимаю, в графин? Да, конечно, конечно, конечно. Уже порезано. Наступило лето, наступили жаркие деньки, и многие, конечно, хотят побаловать себя лимонадом. Но не покупайте те лимонады, которые можно приобрести в магазинах, потому что там очень много консервантов, и для женщин особо, не знаю, знает, не знает, там большое количество сахара находится. В этих лимонадах, да, не надо это совершенно женщинам. Поэтому готовьте свой замечательный, освежительный, прохладительный напиток лимонный. Потребуется вода, пожалуйста, мята и лимон. Мелко нарезаем. А сколько мяты? Мне казалось, в таком количестве вода должно быть много мяты. Это на вкус, пожалуйста. И может присутствовать еще в этом напитке сахар. Если вы хотите, пожалуйста, по вкусу добавляйте. По вкусу. Да, давай, Людочка, будем уже. Мелко нарезанное, опускать. Вот это. Так. Так. Давай. Давайте поддержим. Вот, опускаем. Наши семинары. Так. Немножко будем перемешивать сейчас. Ой, действительно, что-то я так захотела попробовать чего-нибудь жажда утоляющего. Думаю, это получится во время рекламной паузы. У нас мята очень ароматная, очень ароматная будет. Посмотрите, какой уже красивый он стал, этот напиток. Дадим ему немножко. И ни одной калории, дорогие телезрители. Ни одной калории в таком замечательном проходе. Да, пожалуйста, дорогие женщины. Мне кажется, уверена, что вот многие прямо сейчас побежали готовить такой же напиток. Дорогие друзья, еще раз попрошу режиссера показать рецепт лимонада с мятой. Можете записать, запомнить, приготовить. Поверьте, это будет очень кстати, потому что впереди у нас увлекательный час прямого эфира. Я думаю, такой лимонад это как раз то, что надо этим добрым летним вечером. Но я так понимаю, Людмила Леонидовна, эти травы, которые мы сейчас добавляем, которые сегодня находятся в нашей студии, это все с вашего огорода? Да, конечно. А как вообще урожай в этом году? Что кроме зелени еще у вас? Ну, зелени, во-первых, много, которым можно использовать чай, можно в салат, можно зелени. И сейчас особенно много, много экзотических фруктов. А что вы выращиваете? Ну что, у меня есть... Укроп, петрушка, понятно, да? Ну, укроп, петрушка, это как всегда, сельдерей, базилик, тимьян, травки. Мы обязательно пьем чай. Чай, конечно, делается из смородины, лист смородины, веточки и листья вишни, клубники. Можно положить даже листик винограда, лимонника. Если давления нет, значит, можно лимонник положить. То есть я смотрю, у вас огромный запас таких вот летних напитков. Илеонора Андреевна, я знаю, вы мне перед эфиром рассказывали какой-то молочный еще рецепт, очень интересный. Очень интересный, очень полезный, витаминизированный. В него входит кефир, потом любая зелень, какая у вас есть. Это укроп, это базилик, это петрушка, любая совершенно. Но если вы возьмете еще огурчик, очистите его, потом меленько порежете, положите эту всю зелень и весь этот огурец ваш в блендер, немножко добавите кефира. Ну, я любитель чеснока. А, еще и чеснок. Немножко чесночка, можете посолить, если хотите, но можно обойтись этой без соли. Все, взбили блендером это. И потом для женщин, открываю маленький секрет, замечательный поздний ужин. Если не удалось вам пораньше поужинать, пожалуйста. Это низкокалорийный. Посмотрите, это же кладезь витаминов, входящие вот эти травки. Сколько в них минералов, сколько у них солей всяких. Посмотрите, петрушка лидирует по содержанию витамина С. Можете себе представить? Дорогие друзья, я уже в предвкушении. Я уверена, что сегодня мы узнаем очень много интересного. Вот эти аплодисменты, да, для наших замечательных дачниц и недачниц. А вообще, хочу напомнить тему нашей программы. Сегодня говорим о даче, о дачных хитростях. Сегодня вы узнаете, зачем городскому жителю дача, какие опасности подстерегают нас на дачном участке. На какие хитрости идут хозяйки, чтобы сохранить летний урожай. И какой напиток все-таки лучше всего поможет нам справиться с жарой. Ну, а пока мы ждем ваших звонков. Звоните, рассказывайте, почему вы любите свою дачу или почему еще не решили ее приобрести. Делитесь также своими дачными рецептами и хитростями домоводства. Телефон прямого эфира 34-22-43. Ну, а впереди у нас конкурс. Впереди у нас призы и, конечно же, любопытные рецепты. А пока мы добавим настроение этому доброму вечеру. «Русская гармонь» на «Беларусь-4» прямо сейчас. Андрей Федяев, встречайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ничего себе, дорогие друзья! Я хочу представить еще одного гостя сегодняшней программы Андрея Федяев. Горинская областная филармония, артист, очень-очень известный музыкант сегодня у нас в гостях. Мне кажется, вот такого человека, вот с такой гармонией не хватает на современных дачах. Вы согласны со мной? Да, не мешало. Я прям видела, как вас вот в пляс хотелось, да, сдержались. Андрей, ну, огромное спасибо, что пришли. Все-таки сезон отпусков, боялась, что вы, может быть, уехали в отпуск, но хотела вот именно вас пригласить на эту тему. Скажите, пожалуйста, вот собираетесь или куда-то за моря, или вот на даче? И вообще есть ли у вас дача? Ну, дачи как таковой нету, а есть дом. Дом, это все. Он заменяет и дачу, и все. То есть с огородом, с зеленью, с травками, все как положено, огурчики, помидорчики? Маленький огородик, огурчики, помидорчики, перчики, петрушки. То есть все вот это вот, в принципе, сегодня уже у вас выросло, да? Ну что ж, в нашем полку прибыло, да, что называется, поэтому, я думаю, какой-то интересный рецепт какого-то блюда или дачной хитрости наверняка нас ждет впереди. Вот мы, например, готовим напитки какие-то прохладительные. Есть какой-то рецепт в вашей семье, Андрей, такого? Да, есть такой интересный рецепт. Ягодный квас. Очень простой, из самых подручных, скажем... Ягод. Ягод, да, и зелени. Это что нужно? Четыре ингредиента. Любые ягоды, которые растут на городе. То есть клубника, малина, в принципе, подойдут. Да, клубника, малина и так далее. Любые ягоды, сахар, дрожжи и изюм. Берем ягоды. Вы удивили, удивили, Леонор Андреев. Давайте поаплодируем, это дорогого стоит, ее удивить нельзя. Ягоды, любые ягоды, варим 3 минуты, добавляем сахар, вот, затем охлаждаем и добавляем дрожжи. Перемешиваем, вот, и настаиваем сутки. Сутки настояли, потом процедить всю эту массу, процедить и по вкусу добавить изюм, ну, на любителя. И тоже всю эту массу в холодильник охлаждаем и просто... Вот, как раз такой, мне кажется, замечательный сезонный напиток. Вы согласны, дорогие друзья? Ну вот как, вам понравился? Очень понравился, уже сразу захотелось его и попробовать. Отлично. Ну что же, рецепт наши друзья тоже, наши зрители тоже получили. И мне кажется, вот сейчас самое время все-таки разобраться. Так чем же лучше утолять жажду без вреда для здоровья и поможет нам в этом врач-малиолог? У нас в гостях Ирина Атарик. Это внештатный врач-валиолог управления здравоохранения Гомельского облсполкома, заведующий отделом общественного здоровья Гомельского областного центра гиены и эпидемиологии. Ирина, добрый вечер, эти аплодисменты для вас. Спасибо, что пришли. Ну, в принципе, у нас есть лимонад, так что подходите, угощайтесь. Кстати, вот наши рецепты, как они вам? Вот смотрите, лимонад с лимоном с мятой, у нас кефир на травах с чесночком и ягодный квас. А вот вы, что бы выбрали лично вы в жаркий день вот из этого перечня? Лично я выбрала воду и вот с этим вот набором ингредиентов, которые с мятой, или лисса, да, возможно, вот это, да. Ну, не секрет, что многие дают предпочтение сегодня газированным напиткам, а вот правильно ли это, вот обращаемся к вам, к специалисту? Категорически запрещено, я бы не рекомендовала, да, и все медицинское сообщество, в принципе, в одной задаче, да. Правильно сказала Леонару Андреевну, очень много сахара, и поэтому утолить жажду таким напитком газированным нельзя. Значит, сахара содержится в одном стакане чуть больше 20 грамм в различных напитках, это очень много большое, да. Безусловно, красители еще находятся, подсластители, что тоже, да. В своем составе еще находится лимонная кислота, которая может разрушать лимон, зубную эмаль, и углекислый газ содержится, безусловно, который раздражает клетки желудка. Разгромили мы только что все газированные напитки, но у нас есть замена, мне кажется, очень даже достойная. Хорошо, что же лучше всего, на ваш взгляд, пить жарой, и вообще сколько жидкости рекомендуете употреблять вот в такой жаркий день? Пить рекомендуется чистую, негазированную питьевую воду. Объемом в среднем рекомендуется где-то около 2 литров, но это в зависимости от функционального состояния организма изначально, да, и 30-40 грамм на килограмм веса. А если человек говорит, что он не хочет пить и выпивает день один стакан воды или два? Когда-то я услышала такую одну фразу о том, что мы никогда не задумываемся, ведь организм человека состоит из воды на 90%. Мы никогда не задумываемся о том, чем мы дышим и как мы дышим, да, дыхание происходит самопроизвольно. Точно так же нужно научить себя пить, поэтому не задумываясь, да, научить себя пить и говорить о том, что я не хочу пить или мне это не нужно, не совсем правильно, потому что, повторяюсь, мы практически из воды состоим на 90%. Ну, прям захотелось попробовать напиток, да, Ленора Андреевна? А вы знаете, как я боролась вот с этим? Я тоже не могу выпить, допустим, сразу чашку воды. А вы поставьте бутылочку рядом с собой. Прошло 15 минут, не насилуйте себя, сделайте глоток, да? Прошло какое-то время, опять глоточек, и вы воду это наберете. Особенно это спортсменам хорошо, я как спортсмен, это уже испытала на себе. Да, замечательно, попробуйте, это очень просто. Спасибо большое, спасибо большое, да, я думаю, вот сейчас здесь должны быть вот эти бурные аплодисменты за такие замечательные советы. Ирина, а скажите, пожалуйста, у вас вот есть дача? У меня все впереди. Понятно, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, вот многие почему-то считают, что дача и огород только для пенсионеров. Как видите, вот мы начинаем разрушать эти стереотипы, и сегодня все-таки попытаемся разобраться, почему, зачем нужна дача, и какие, в принципе, преимущества она дает, есть ли плюсы-минусы. Но есть интересное сообщение, которое бы я хотела зачитать уже от наших зрителей. Ирина пишет, что она просто в ожидании пятницы собирается с друзьями на шашлыки на дачку, вот только погоду она переживает, что обещает не очень. Алексей тоже недоволен погодой, говорит, всю неделю жара, как на дачу ехать, сразу дождь. Но, по крайней мере, в этих сообщениях мы видим любовь, мне кажется, определенную к даче. Ну, Григорий говорит, что купил дачу на берегу озера, чтобы рыбачить. Ну, тоже, мне кажется, замечательная причина для того, чтобы приобрести дачный участок. Ну, а как считаете вы, дорогие друзья, вот зачем нужна дача? Звоните в студию и, кстати, участвуйте в наших конкурсах. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на две персоны. На выставку антиквариата «Причудливые линии барокко» из частного собрания Сергея Путилина. Замечательная выставка открывается в нашем дворце Румянцевых Паскевичей. Чтобы попасть на нее, вам надо позвонить в студию по телефону 34-22-43 и продолжить фразу. Всем на даче нужен он зеленый, травяной. Добавьте слово, какое считаете нужным, и угадайте, и выиграйте пригласительный билет. Еще раз напоминаю, 34-22-43. Ну, мы продолжаем прямой эфир. Я хочу задать все-таки вопрос с начала программы, Леонория Андреевна. Почему вы до сих пор не обзавелись дачным участком и собственным огородом? Вы такая активная женщина. Да, вам все всегда интересно, все всегда привлекает ваше внимание. Почему? Когда-то раньше у меня тетя жила в деревне. Поэтому надобности в даче ее как таковой не было. Мы ездили к ней, помогали все время. А потом получилось так, что я одна, она мне пока не нужна. Но у меня много подружек с дачами. Наталья, это гораздо лучше, чем иметь свою дачу. Ну, я могу разве... Вот недавно мои приятели приглашали меня на дачу. Мы сходили на речку, мы футбол погоняли, мы в бадминтон. Меня угостили вкуснейшим мясом жареным на решетке. Ну, я провела замечательный день. А если бы эта дача была моя? А тяпка вам? Ну, с чего? Да, вы бы начинали с тяпки, наверное. Ну, что вы. Ну, у меня еще подруга есть, Татьяна. Я часто к ней езжу. Но там я, конечно, помогаю. Потому что там уже и полив, и прополка. Ну, это помощь. Ну, Андрей, вот мне интересно ваше мнение. Вот как вы считаете, нужна ли дача современному городскому жителю? Вот вы как поступили? Вы, вроде бы, имеете дом, да? Я так понимаю, недавно, да? Да, года два. Вот. А до этого, наверное, опыта такого дачного не было сильно. Ну, как правило, да. Не было, но у меня у родителей тоже есть и деревня, и... А, то есть все-таки был опыт определенный, да? Что такое, картошку там посадить и так далее, да? Конечно, да. И вот у вас появилась дача, да? И, ну, вы в то же время как бы и городской житель. Вроде бы дом, да? Ну, вроде бы и огород. А вот как бы вы ответили на вопрос? Зачем? И надо ли вообще городскому жителю дачи современному? Я думаю, обязательно. А зачем? Потому что, во-первых, это чистый воздух. Так. Это... Давайте, это плюсы. Загибаем пальцы. Чистый воздух, так. Чистый воздух. Это, скажем, ну, физическая работа. То есть такая физическая терапия, скажем, трудотерапия, назовем. Это так, плюс. Дальше. Это отвлекает от городской суеты как-то вот. То есть меняешь как-то образ жизни, меняешь место, да? Вот как бы дислокации, как называется. Отдыхаешь от работы. Отдыхаешь. Плюс совместный такой досуг. С семьей, да? Подсказывается еще плюс. Экологически чистые продукты. Так. Вы представляете, когда берешь то яблоко, обтер вот так, и с удовольствием смачно ешь. Что вы? А где вы увидите такое звездное небо? Где в городе можно увидеть это темное, даже без хорошей видимости спутники даже видны? Людмила Леонидовна, ну, а вот вы, да? Я считаю, что куст смородины. Ну, как можно пройти мимо и не съесть смородину с куста? Или ты собираешь клубнику. Ну, одна красивая. Ну, как ее не съесть? Конечно, ты ее съешь. Хочу на даче, дорогие друзья. А малина, а по речке, а крыжовник, все ягоды, ну, кто любит, тот не ест. Хорошо, хорошо, рассказали. Мы сейчас тут, я думаю, передачу не доведем до конца, все уедем. Какая вкусная жимолость. Голубика. Вы знаете, сейчас столько много ягод, которые можно посадить на даче. Да, вот голубика еще... Вы выращиваете и голубику тоже, да? Да, у меня есть и голубика, а жимолость. Это прекрасная ягода, она похожа на чернику. Она хорошо действует на глаза. Глаза становятся чистые, ясные. Спасибо, Леонора Андреевна. Ну, можно я еще... Да, конечно. Вот у Чехова есть такой рассказ, называется он «Кружевник». Вот такой конторский работник, работал, 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 и все мечтал. Посидеть на солнышке, да покушать на травке. Ну, вот удалось ему это к концу уже, как окончил он работу, да, приобрел он какое-то такое именице свое, но у него была мечта. Это кусты кружевника. Там их не было. Он закупил 20 кустов кружевника, он его посадил, и когда он угощал первыми ягодами с выросших кустов у этого кружевника, вы представляете, он смаковал каждую ягодку. Он ночью даже вставал, не мог пройти мимо этой тарелки с кружевником, клал в рот, и вот, понимаете, ну вкуснее не было. Хотя на самом деле они были кислые и жесткие, и невкусные. Ну что такое выращенное все своими руками? Но при этом не стоит забывать, наверное, еще о том, что есть определенные минусы. Это комары, да, Ирина, вот мы с вами как бы вот возьмем другую сторону, да, комары, мошки, клещи, травмы. Ну, мы поговорим еще об этом сегодня в нашей программе. У нас есть телефонный звонок. Надеемся, это ответ на вопрос нашего конкурса. Я хочу просто напомнить для всех зрителей, надо продолжить фразу «Всем на даче нужен он зеленый травяной». Мы слушаем наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана. Светлана, продолжите, пожалуйста, фразу. «Всем на даче нужен он зеленый травяной...» «Газон». «Газон». Ну, конечно, «Газон». Эти аплодисменты для вас. Этот пригласительный билет тоже достается вам. Хочу напомнить, что вы выиграли пригласительный билет на две персоны на выставку антиквариата «Причудливые линии барокко» из частного собрания Сергея Путилина. Увидеть эти старинные вещи можно во дворце Румянцевых и Паскевичей. Скажите, пожалуйста, у вас есть дача? Вы вообще дачник? Нет. Нет, уже нет. А, уже нет, да? То есть у вас раньше была, наверное, дача. Жалеете о том, что не можете вот сейчас отправиться на дачный участок? Ну, немножко жалею. Иногда жалею. Иногда хочется поковыряться. И вспомнить. И вспомнить, да? Ну, а как вы считаете, для городского жителя больше плюсов или минусов в даче? Плюсов. Однозначно плюсов? Да. А мошки, комары? Не обязательно. Подышать хотя бы. Просто расслабиться. Иногда нужно выехать на землю. Спасибо вам большое. Спасибо за этот телефонный звонок. Эти аплодисменты для вас. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Есть вот еще несколько сообщений в Вайбере. Ольга, наша телезрительница, пишет, что для нее дача – это место для экспериментов. Видели бы вы мои клумбы и помидоры, Ольга? Мы ждем ваши фотографии, да, с помидорами и клумбами. Олег сообщает, что дача – это место, где он набирается энергии, любуется всем, что создала природа. Леонид говорит, что он недавно избавился от своей дачи в кленках, теперь очень жалеет, так как отдыхать негде. Ну а Ольга сообщает нам, что ее дачка в деревне Бобовичи – особое место, тишина, много цветов, сад и чуточку огорода. Ну просто рай. Ну вот слово рай, мне кажется, это, наверное, то, что очень-очень хорошо подходит для слова «дача». Дорогие друзья, мы ждем и ваших сообщений, ваших телефонных звонков. Продолжаем прямой эфир. Напоминаем, что на дворе июнь самое время заполнить морозилку летними заготовками с дачи. Так вот, как сохранить подольше и получше первый летний урожай, мы расскажем об этом далее в нашей программе, сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир «Дачные хитрости» – тема нашей сегодняшней программы. Звоните в студию, делитесь своими хитростями, своими рецептами и участвуйте в наших конкурсах. Итак, у нас есть еще один пригласительный билет на двух человек, но уже в картинную галерею Гаврила Ващенко. Для того, чтобы его получить, надо правильно назвать растение. Внимание! Которое появилось в России до появления в России картофеля, которое считалось вторым хлебом и спасало крестьян от голода. Еще раз напомню вопрос, растение надо назвать, которое до появления в России картофеля считалось вторым хлебом и спасало крестьян от голода. Единственная такая подсказка, сегодня она не очень популярна почему-то, вот, хотя одна из действительно удивительных и вкусных таких, вот, скажем, вещей, продуктов. Итак, мы продолжаем наш прямой эфир. Вот, казалось бы, сложного, сложного в заморозке ягод, вот, что сложного может быть в заморозке ягод на зиму, помыл, просушил, в пакет положил, но все-таки каждая ответственная хозяйка знает свой какой-то, свою дополнительную хитрость, свой дополнительный секрет. Я вот хочу задать вопрос Людмиле Леонидовне, поделитесь, пожалуйста, своими секретами, как вы обычно храните зелень вот на зиму? Ну, укроп, конечно, нарезается, заворачивается в пакет трубочкой. Мы готовы это все сейчас показать. Да, мы сейчас покажем, как это делается. Давайте начнем с того, как мы укроп сорвали с грядки. Мы укроп сорвали с грядки, мы его промыли, просушили. Конечно, веточки надо обрывать большие. И нарезаем, оставляем немножечко, чтобы он просох нарезанный. Отдохнуть. Никакой соли, ничего мы не кладем. И потом мы вот эту всю нарезанную массу складываем в пакет и заворачиваем трубочкой. Вот сейчас мы это покажем нашим зрителям, пока вы нарезаете зелень, я хочу рассказать нашим зрителям один удивительный рецепт, который прислала Яна еще до нашей программы. Это рецепт, как морозить зелень. Так вот, Яна, наша телезрительница, она морозит зелень с оливковым маслом, раскладывает в формочки и заливает этим самым оливковым маслом. Такие кубики после заморозки Яна использует для мясных, для рыбных блюд, добавляет в первые блюда, в супчики вкусные борщики. Ну, не знаю, мне показался очень обычный такой способ, да. Как вы считаете, Леонора Андреевна? Очень интересный способ. Я вообще люблю такие вещи. Я даже замораживаю стрелки чеснока. Вы их тоже режете? Да, тоже я режу, добавляю оливковое масло и потом порционно. Я еще хочу рассказать, как я укроп делаю. Я не кладу в большой пакетик, я раскладываю вот эту пищевую пленку, потом кладу горками, горками порционно укроп, заворачиваю, очень тщательно закручиваю концы и закручиваю между собой эти горки. То есть получается такая сарделка. И не нужно мне доставать... И просто вы потом эти кусочки используете? Да, да. Потом я эти кусочки уже складываю в пакет. И еще мне сказали, не знаю, насколько правда, еще не проверяла, чтобы не было конденсата, потому что когда лежит укроп, образовывается конденсат, нужно упаковывать это в бумажные пакетики. То есть использовать можно пакеты из-под сахара. Но это попробую. Я такое ощущение, что Людмила Леонидовна не знала о ваших секретах. Она с таким удивлением сейчас вас слушает. Это я еще не успела поделиться. У нас есть телефонный звонок. Пока вот мы послушаем телезрителей. Я бы хотела, чтобы, конечно же, режиссер и операторы показали, чем занимаются сейчас Элеонора Андреевна и Людмила Леонидовна. Ну а пока телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Здравствуйте. Звонит вам гамильчанка Наталья. Так, здравствуйте, Наталья. Вы хотите, наверное, назвать растение, которое появилось в России, в которое в России до появления картофеля считалось вторым хлебом и спасало крестьян от голода. Знаете ответ? Репа. Репа. Эти аплодисменты для вас. Спасибо большое, что позвонили, что поучаствовали в конкурсе. Пригласительный билет в картинную галерею. Гаврила Ващенко на двух человек достается вам. И вы знаете, сегодня, на самом деле, могло бы исполниться 90 лет вот этому великому художнику Гаврилу Ващенко. Так что можно считать, что это такой вот подарок, такой юбилейный пригласительный билет. Скажите, пожалуйста, у вас дача есть? Нет, увы. Как? Второй телефонный звонок и телезритель без дачи. Как такое? Ой, нет, дачи. Как такое может? Я с друзьями езжу на дачу иногда. Хитренькие какие наши телезрители, да. А вы там как? Больше на шашлычки или по огороду? Нет, иногда помогаю по даче. А можно узнать, почему? Почему вы до сих пор не приобрели свой дачный участок? Ну, у меня нет просто второй половинки по хозяйству помогать. То есть вы считаете, будет сложновато просто одно справляться с этим? Но желание большое, наверное, есть. Есть, конечно. Это все же и труд, и отдых. Но наверняка вы как-то зелень тоже готовите сейчас, вот в июне, как-то заготавливаете на зиму. Может быть, поделитесь каким-то секретом, рецептом? Ну, я, скорее всего, заготавливаю витамины в себе. Я питаюсь. А, то есть вы все съедаете, да? Да. Аплодисменты. Спасибо большое за этот телефонный звонок. Итак, покажите, что должно получиться у нас. В итоге получается вот такая трубочка. Ты ее достаешь и отрезаешь столько, сколько надо. И добавляешь уже замороженную зелень куда надо. Ни воды, ни сахара, ни соли, никаких сиропов в принципе нет. Нет, сиропы отдельно делают. Нет, я имею в виду, для зелени ничего подобного мы не делаем. Нет. Ну, а как относитесь к тому, чтобы сушить? Андрей, вот вы чаще что, замораживаете или сушите? Сушить или сушим. А мы замораживаем. Тоже замораживаете, да? И что это? Петрушка, укроп. Это петрушка, укроп, свекла, даже помидоры. Даже помидоры замораживаете? Для пиццы. Да, точно. Это для пиццы. Ну, вот мне очень, знаете, интересно ягоды. Вот сегодня у нас уже присутствует в студии, да, тоже дачный урожай. Это малина, это клубника. То, что в данный момент уже поспело, как говорится. Казалось бы, что сложного, да, в заморозке ягод на зиму? Ну, тоже промыл, посушил, но мне кажется, здесь как бы есть свои хитрости. Как вы поступаете с ягодами? Я, допустим, малину делаю только сироп. И малину морожу только крупные красивые ягоды для того, чтобы сделать когда-то десерт, торт, украсить. Это я делаю так, чтобы есть. Делается еще так. В пакеты складывают малина, которая давится деревянной ложкой, немножко добавляют сахар и складывают в пакет. Потом размораживают и едят. А вот сироп, можно еще раз про сироп поподробнее? Сироп. Как я делаю сироп? Я беру ягоды. Итак, дорогие друзья, записываем. Ягодный сироп. Как сохранить ягоды на зиму? Да. Я беру, значит, в стеклянную посуду, выдавливаю деревянной ложкой ягоды, потом я отцеживаю сок. И когда отцедила сок, я добавляю сахар, и деревянной же ложкой я начинаю этот сахар растворять. Я кладу всегда на глаз. То есть сахар на глаз? Да, на глаз. Я не люблю очень сладкое. И мало положишь, скиснет. Много положишь. Вредно для фигуры. Вредно, да. Поэтому я и ставлю баночки только в холодильник. То есть не в морозильную камеру, а только в холодильник. Не в морозильную камеру, в холодильник. Спасибо. У меня вся семья и все мои друзья очень любят блинчики с ягодным сиропом. Я могу подтвердить. Да? Это вкуснятина необычайная. Спасибо. Фирменные блинчики, ледочки, да еще вот с этим сиропом съедаются моментально. Ильяна Рандриевна, а как вот вы обходите зеленью вот сейчас в июне? Я знаю, что вы запасливая хозяйка. Как вы? Ну как? У меня уже укроп заморожен. Хорошо. А что делаете сейчас зелень? Я смотрю, вы подготовились и какой-то рецепт хотите нам рассказать? Ой, это такая вкусняшка сейчас будет. Масло зеленое называется. Дорогие друзья, масло зеленое, внимание. Чтобы его приготовить, нам понадобится масло, нам понадобится зелень. У нас вот здесь есть укроп, петрушка, потом добавим еще немножко базилика. Ну, мой любимый чеснок. Так, и чеснок. Можно... Зелень, масло, чеснок. Да, можно добавить немножко соли, но это опять-таки на любителя. Значит, мы это все измельчаем. Но измельчаем мы это не в блендере, потому что будет много сока, а просто мы стараемся мелко-мелко-мелко это все нарубить. Андрей, чувствуете аромат зелени? Пока я рублю, я вам хочу еще рассказать про базилик. Базилик – это же кладезь кальция. У нас многие страдают нехваткой. Базилик тоже есть на столе у нас сегодня? Базилик, особенно женщины в определенный период, да еще... Я знаю, что кальций накапливается лет до 35, а потом его нехватка начинается, это уже все вымываться из костей. А давайте мы спросим у Ирины. И начинается это безобразие, которое называется остеопения и остеопороз. Правильно все говори, да, Ирина Андреевна? Частично да, конечно. Частично да. Действительно, базилик богат содержанием кальция. Но здесь не нужно забывать, что биоусвояемость кальция, который в базилике, немножко уступает тем же другим продуктам, более богатым. То есть содержащим натуральный белок в связи с жировыми. Это молочные продукты, например. То есть по содержанию кальция все-таки лучше продукты использовать животного происхождения, такие, как вот всем известные нам молочные продукты, молоко, тот же самый творог, сыр, безусловно. Можно жирность меньше. Но из растительного происхождения базилик, конечно же, на одном из лидирующих позиций. И майоран еще. Более 2000 миллиграмм на 100 грамм продукта. У нас сейчас разговор про лето, это, конечно, да. Но из этой зелени, то, что мы сейчас на данный момент можем, конечно, употребляйте побольше базилика, побольше майорана, побольше зелени. Не будет от этого вреда, будет только большущая польза. Да, любые, любые травы зеленые. Я не знаю, вот права или не права, я что, они еще очень хороши для похудения, все вот эти травки зеленого цвета. Что нам тоже немаловажно. Они обладают частично, вот то, что вы назвали, да, некоторые продукты даже отрицательной калорийностью существуют. Отрицательная калорийность? Такое существует, понятие? Да, это называется, когда мы потребляем вот эти продукты питания, энергии тратится больше, чтобы переработать. Да, поэтому эффект похудения, безусловно, учитывая еще содержание большой витаминов и макро-микроэлементов в этих зеленых растениях. Поэтому эффект обязательно даст о себе знать. Итак, у нас почти что-то готово. Рассказывайте. Нет, оно не готово. Вот я сейчас покрошила меленько-меленько, постаралась, как могла. Время передачи тут. Сливочное масло у нас, зелень попрошит. Сливочное масло, зелень, много-много. И любимый чеснок. Это любимая добавка в каждом блюде у Илеонора Андреевны. Я очень его люблю, очень. Вы знаете, дорогие друзья, в нашей студии такие вот ароматы лета. Зелень пахнет очень вкусно. А зелень я начинаю употреблять, вот как она только появляется. Это появляется первая черемша, а потом появляется сныть. А если смешать эти две травки и сделать такой замечательный салат, это когда нету еще ни базилика, нету ничего. Андрей уже не может гармонь держать. Уже надо его или накормить, да, или чем-то творчество. Это, конечно, продукт калорийный, так как содержит масло. Для тех людей, кто следит за своей фигурой, возьмите творог вместо масла. Ну, я не знаю, вот права, не права, опять-таки. 20 грамм масла с утра можно скушать? Можно. А если, о, права, а если вы возьмете, намажете на свежий кусок хлебушка, вот это наше замечательное масло, положите сверху кусочек ветчинки. Андрей, Андрей Федяй сейчас будет пробовать чудесный бутерброд. Угостите, пожалуйста, да, пока рекламная скоро пауза будет, он успеет, он успеет это все испробовать. Такому гармонисту отказать невозможно. Еще бы, мы сегодня еще играть. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный рецепт использования зелени, вот этой вот летней, вот самой сочной, самой вкусной. Нам очень интересны и ваши рецепты. Звоните в студию, пишите в Вайбер. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Тема нашей программы «Дача». И вы знаете, мнения самые разные о том, зачем горожанин удача. Вот, например, Арсений говорит, что он дачников не понимает. Вот в Вайбере пришло сообщение, отпахать неделю на работе, а потом опять пахать, но уже на даче. Нет, пишет Арсений. «Дача», пишет он, «не для меня, слишком хлопотно». Хотя вот Олег говорит, что дача – это очень хорошо. Это, особенно если дом на участке уже построен, если участок приведен в порядок, можно только приехать, покосить газон, порубить дрова, собрать молиды. Ну разве это в напряг, спрашивает Олег? Только в удовольствие. Ну а как считаете вы, нам очень интересно ваше мнение. Сразу после рекламы мы поговорим о том, как сохранить ягоду и какие опасности подстерегают дачников на дачном участке. Оставайтесь с нами. Что может быть бесплатным? Чистое небо над головой. Звонкое пение птиц. Шелест листвы на ветру. И быстрая доставка продуктов на дом. Едоставка.бай. Выбирай удобную жизнь. Ну с такими ценами можно крякнуться. Ярмарка Кряк в Гомеле. Товары в розницу по оптовым ценам. С 22 июня по 1 июля. Гомельский цирк. А 22 июня в 16.00. Приглашаем всех в Гомельский цирк на бесплатный концерт Александра Солодухи. С детства я гризил о кораблях. Собирал модели. Представлял себя капитаном парусника. Я осуществил свою мечту в нашей стране. Я служу на водной границе. Ведь только у пограничников есть свой флот. Свежесть брызг. Свист ветра. Это моя жизнь. Каждый раз, выходя в дозор, я вижу, как прекрасна наша Родина. И горжусь тем, что вношу свой вклад в защиту ее границ. Пограничная служба Республики Беларусь. Во имя будущего родной земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Кулакова Пожалуйста, если очень жарко, можно сюда добавить еще кусочки льда, но это будет уже дома. Пожалуйста, пробуйте. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот у нас сегодня интересная кампания на Беларусь-4. Напоминаю, что мы сегодня говорим о даче. И у нас есть еще один пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко. И мы ждем ваши телефонные звонки. Ответьте, пожалуйста, нам на вопрос. Как называется растение, в плодах которого раньше в деревнях солили огурцы? Подсказка есть для вас небольшая, дорогие друзья. Сегодня этот, скажем так, продукт очень популярен у современных дачников. Итак, 34-22-43, как называется растение, в плодах которого раньше в деревнях солили огурцы? Звоните, пожалуйста, участвуйте в нашем конкурсе. Мы продолжаем разговор о первом урожае. Мы говорили о ягодах, уже научились морозить зелень, сделали удивительное такое ароматное масло с травами и чесноком. И вы знаете, кстати, вот о ягодах. Накануне программы наша телезрительница Ирина прислала очень необычный рецепт, как она использует ягоды. Она готовит мясо с клубникой. Согласитесь, очень оригинальное все-таки для нашей кухни сочетание. Вам известен этот рецепт, Ирина Андреевна? Слушайте внимательно, записывайте, да. Мне, оказывается, вас тоже можно удивить. Итак, Ирина предлагает запекать мясо с чесноком, клубникой и сыром. Вы видите сейчас этот рецепт. Отбить, выложить на противень, смазать чесноком, майонезом, сверху все это вот клубничка, сыр и запекать 40-50 минут. Наша телезрительница утверждает, что мясо становится очень нежным, ароматным и очень аппетитным. Заинтригованы? Попробуете? Очень хочется. Очень хочется попробовать, да. Ну а пока, да, пока вы можете попробовать клубнику, которую принесла ваша подруга. Она стоит вот здесь на столе. Поэтому, да, не теряйтесь, наслаждайтесь ягодным вкусом. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы делимся дачными секретами, необычными рецептами первого урожая. Какие опасности подстерегают дачников об этом, мы поговорим далее в нашей программе. Дело в том, что сейчас у нас есть телефонный звонок. Я так понимаю, это телезритель, который хочет ответить на вопрос нашего конкурса. И далее поговорим об опасностях. Итак, добрый вечер, вы в прямом эфире. Еще раз вам здравствуйте, это Наталья, я вам уже пригласительное выиграла. А теперь тыква. А, теперь тыква. Ну правильно, вы все знаете, Наталья. Эти аплодисменты для вас. И теперь у вас два пригласительных, да, в галерею, в картинную галерею Гавриима Маченко. Ну, с вами друзьями, теперь я смогу сходить на выставку. Обязательно сходите, вам понравится. Действительно, это действительно очень удивительное место. Спасибо вам большое. Вы знаете, да, дорогие друзья, раньше в деревнях наши предки солили огурцы в тыкве. Вы никогда не использовали такой метод? Ну нет, Наталья, еще не пришлось. Посмотрите, приблизительно вот так вот это выглядело, да. Андрей, я думаю, что в вашем доме, да, тыквы наверняка в огороде будут, да, и в вашем доме можно это сделать и попробовать. Ну что ж, а теперь опасности. Вот опасности, которые подстерегают нас на даче. Ну, на самом деле, вот Степан, он написал, наш телезритель, что комары, они не дают ему трудиться на даче, высаживает он на участке герань, мяту, ромашку, базилик, и они отпугивают комаров. Такой рецепт как бы своеобразный есть. А мне вот интересно, Ирина, как вообще, в принципе, вы, вот, врачи, советуете защищать себя от комаровых мушек, которые в этом году, дачники говорят, просто их повалили? Защитить себя, в первую очередь, поможет эта одежда закрытая, выбирать ее лучше из натуральных волокон, то есть это хлопчатобумажный, светлого цвета. Существуют такие данные, что темная одежда притягивает насекомых. Во вторую очередь, это, безусловно, пользоваться репеллентами, средствами, которые отпугивают вот и комаров, и мушек, и даже клещей. На современном этапе уже есть репелленты, которые в своем составе содержат вещества, которые и действуют и на клещей в том числе. Ну и, наверное, находиться вдали от водоемов, потому что вместо выплода вот этой мушек, комаров, это вода, источники водоема, поэтому подальше. Людмила Леонидовна, вот как вы? У вас есть какой-то свой собственный рецепт? Как вы спасаетесь? Ну, такой народный рецепт. Это ванилин, который, да, без сахара, ванилин, 100 грамм водки и гвоздика. Ну, это хороший рецепт, я бы сказала, даже не только от комаров. Его можно и внутрь, и снаружи. А, вот, вот здесь самое главное, это как употреблять. Ну что ж, спасибо. А меня, вы знаете, интересует, вот лично есть вопрос, пчелы, осы, сам недавно такое вот произошло, и что делать, поверите, растерялось. А вот на самом деле, что делать в первую очередь, когда тебя укусила пчела-яса? В первую очередь необходимо извлечь жало. Аккуратненько, если никаких подручных средств и дезинфектантов никаких нет, ни пинцетов, да, то попробуйте это сделать вручную. После того, как удалили, остается место укуса, да, безусловно, это уже может быть и отек, и инфекция какая-то присоединяется, если загрязненную часто кожу. То есть необходимо обработать. Если человек склонен к проявлениям аллергии, такое часто бывает, да, и в аптечке зачастую бывают какие-то антигистаминные препараты, то есть препараты, которые снижают, не снижают, а аллергенам не дают. То есть антиаллергенные, противоаллергенные средства. Вот, на летнее время, на зимнее, люди, которые подвержены аллергии, то есть в аптечке я бы рекомендовала всегда держать. Вот, ну и, собственно говоря, чтобы потом вместо отека холод. Холод, да. Предложите холод. Ирина, скажите, пожалуйста, вот ситуация очень такая вот, ну, неприятная, это клещи. И каждый из нас думает, что нас-то не коснется, но на самом деле мы все боимся, да, идти в лес, нас пугают в последнее время клещами. Ну, у меня сразу несколько вопросов. Можно ли защититься от клещей? Вот дачнику, например, да, прежде чем ты приезжаешь? Можно ли как-то обработать, может быть, дачный участок, одежду? И вообще, какова ситуация сегодня с клещами у нас? Недаром нас всех пугают клещами. Клещи являются источниками лайм-бирелиоза, клещевого энцефалита. Клещевой энцефалит на территории Республики Беларусь был последний раз зафиксирован в 2013 году. Два случая. За 2017 год лайм-бирелиозом зафиксированы данные в Гомельской области 110 случаев. На территории Республики Беларусь это где-то около полутора тысяч случаев. Поэтому, если все-таки присосался клещ, да, лучше его, конечно же, аккуратно удалить, не повреждая брюшко, чтобы оно оставалось целиком. И занести, если это на территории города Гомель, Гомельский областной центр генопедемиологии, если это районные, то есть в зональные центры Мозорский, Речицкий, Рогачевский, зональные центры генопедемиологии, для дальнейшего исследования на лайм-бирелиоз и на клещевые энцефалитные возбудители. А что делать дальше? Вот ты его вытащил, допустим, а потом? Надо что-то там промывать, смазывать. Смазывать. Можно смазывать и, безусловно, наблюдать за местом укуса. Если уже наблюдается покраснение, смотреть, изменилось, не изменилось, желательно обратиться в течение 72 часов, не позднее 72 часов, к участковому терапевту или инфекционисту. Лучше будет, конечно, инфекционист, но если нет, то к терапевту за дальнейшим тактикой профилактического лечения. Вот мне интересно, Андрей, я знаю, что у вас маленькие дети, вы свой дачный участок, скажем, свой дом, да, вот, каким-то образом обрабатываете? Вот от клещей, может быть, там, от какой-то еще нечистишь, что это называется? Ну, только если вот деревья. От всяких, нет, ну я не про то. А можно, в принципе, обработать? Я думаю, это, наверное, бесполезно. Бесполезно? То есть никто такого... Профилактическими мерами, может быть, это своевременный покос травы, то есть не будем забывать, что клещи... Да, это покос травы, почему вот... Вот почему важен ухоженный газон, да? Совершенно верно. Да, ухоженный, красивый газон, потому что большая трава, высокая, не вовремя не убранная, может появляться источником. Ирина, у нас есть одно очень интересное сообщение в Вайбере, мне кажется. Это Дмитрий спрашивает, как избавиться от борщевика на дачном участке. Борщевик – это действительно довольно опасное и давитое растение, все, наверное, знакомы, да, оно часто может встречаться на дачных участках, там, вблизи них. Вот, и зачастую дачники не понимают всю степень опасности, которую несут эти растения, отсюда ожоги. Вот что следует знать про борщевики, такие вообще ядовитые растения, и какую первую помощь, в принципе, можно оказать при ожогах? Здесь не только дачники, а дети очень любят играть. Это полые такие вот трубочки, в которые делать, прикладывая к своему ротовой полости, да, и не подразумевая о том, что это очень опасно. Сильнейшие ожоги, да? Сильнейшие ожоги вызывают, да, там содержатся вещества, которые при воздействии солнечными лучами снижают чувствительность кожных покровов к ультрафиолетовым лучам. И получаются сильнейшие ожоги. Коварно тем, что первое время, первое вот соприкосновение никаких ощущений болезненных не вызывает. Это дает о себе знать, где-то через часа 2-3 появляется зуд, кожные покраснения, отеки, возможно, головная боль, тошнота даже рвота. И уже когда много соприкосновений произошло, даже необходима иногда помощь специалиста-дерматолога. А как вот, Людмила Леонидовна, вот вы можете дать совет нашему телезрителю, который задал вопрос про борщевик. Как от него избавиться, если он вдруг есть у него где-то на участке или за забором? Ну, во-первых, у нас на наших участках нет этого. А потом, мы же уже все грамотные люди, мы понимаем, что вот такой борщевик. Его надо уничтожать, сжигать каким-то образом, но, опять-таки, его нельзя руками голыми брать. То есть перчатки могут быть? Перчатки, да, защиты. Но у нас этого нет. А, у вас этого нет. Мы в следующий раз ждем фотографий с вашего дачного участка и, конечно же, с ваших урожайных плантаций. Мы хотели и в этот раз показать, но решили оставить такую интригу к следующей программе. Дорогие друзья, мы сегодня говорим о даче. Времени осталось совсем немного. И хотелось бы, конечно же, заострить внимание еще и на опасностях, которые подстерегают дачников. У вас есть такие опасности? Ссадины, мозоли? Знаете ли вы вот какую помощь? Знаете, ну, конечно, дача, это инструменты, это, ну, во-первых, первое, что есть всегда. У нас есть чистотел. Вот если я, допустим, если где-то что-то я сделала, обязательно сломала чистотел и сразу протерла. Вот мне интересно, что скажет Ирина на такое средство народное, как чистотел. Народное средство. Засмеялась, Ирина? Давайте поаплодируем такой откровенному смеху. Ну вот видите, Людмила Леонидовна утверждает, что ей это очень помогает. А вы, на самом деле, что бы предложили? Какую первую помощь оказать? Ничего нет. Вот какую первую помощь можно оказать? Как народное средство, да, действительно, чистотел обладает неким антибактериальным эффектом, противовирусным, противогрибковым даже существуют такие данные. В первую очередь, с точки зрения официальной медицины, конечно же, это антисептические средства. Сюда подойдет и йод, который находится, и бириллиантовый зеленый, зеленка в народе, и перекись водорода. Даже подойдет обычное мыло, даже несобактериальным, если такового не имеется. Ну, то есть для профилактических целей, чтобы не было присоединения вторичной инфекции. То есть народное средство хорошо, но официальная медицина тоже неплохо, как говорится. Ну, официально должна быть. Спасибо большое. Вы знаете, есть еще одно очень интересное сообщение, которое мне хотелось бы зачитать в конце нашей программы. Это сообщение от Галины, от нашей телезрительницы. Она пишет, что с началом дачного сезона она достает гамак, но стыдно признаться, полежать в нем удается всего лишь несколько раз за сезон. Вы знаете, такое замечательное сообщение, которое как раз-таки говорит о том, зачем нам дача. Ну что ж, все равно, мне кажется, звучит очень соблазнительно. Гамак, дача, грядки для кого-то, это тоже соблазнительно. Дорогие друзья, вот скоро опять выходные, а значит, кто-то из нас отправится на дачный участок, а кто-то, надеемся, после нашей программы задумается о приобретении собственного огорода. В любом случае, мы очень надеемся, что советы нашей сегодняшней программы сделают этот дачный сезон для вас еще приятнее. Поэтому хочу поблагодарить всех. Спасибо всем большое за этот добрый вечер. Я, конечно же, прощаюсь с вами. Это была программа «Добрый вечер Гомес» Натальи Волонец, ну а закончит ее сегодня «Русская гармонь». Гармонист играет твист на «Беларусь-4». Всем дачникам посвящается. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!